Привет-привет, друзья-подписчики, и привет всем, кто смотрит мое видео. Тут в этом видео хочу показать, что я добавил и усовершенствовал в свое авто планы, так сказать, тюнинга. Как мы знаем, тюнинг автомобиля – процесс доработки обычного автомобиля, нацеленный на изменение заводских характеристик. Тюнинг, как стремление улучшить автомобиль, объединяет большое количество энтузиастов по всему миру, для которых тюнинг – это хобби или профессиональная деятельность. Многие тюнингуют свое авто до фанатизма. Многим это нравится и восхищаются, когда видят такие автомобили, а многие просто считают, что все это просто колхоз. Я тоже решил потюнинговать свое авто, но сделал это, учитывая то, что мне не нравится, и не устраивал на моем машине. Так, что я имею в виду? Есть некоторые вещи, которые завод-изгодователь не усматривает. Просмотрев это видео, вы узнаете, что я доделал и изменил на своем автомобиле после приобретения. Сделать это по усмотрению может каждый. Такие идеи мне пришли в голову, когда я просматривал страницы Алиэкспресса. То же самое можете сделать вы. Просто наберите поисковой форме Алиэкспресса марку вашего автомобиля, и в результатах поиска вы увидите огромное количество полезных и неполезных вещей, которые можно приобрести и улучшить то, что вам не нравится на своем автомобиле. Начнем с наклейкой порога. Как вы знаете, на пороге автомобиля краска часто царапается. Вот и для защиты порогов купель защитные пленки. Наклейки на Алиэкспрессе. Есть разные варианты таких защитников для разных автомобилей. Также купил зеркало мертвой зоны для заднего вида. При выходе с парковки заметил, что в зеркале заднего вида плохо отображается ситуация сзади. Также был плохой обзор заднего вида при обгоне. Были моменты, когда на трассе в зеркале не замечал машину, обгоняющего сзади меня. Именно в этот момент я хотел обогнать машину, ехавшую спереди меня. Представляется, что может произойти, когда вы выходите из своей полосы движения. Хотите обогнать кого-нибудь, и вдруг в этот момент тоже кто-то сзади вас совершает маневр обгона. Сначала купил и хотел также установить вот такую парковочную систему, так как на моем машине с заводом не было предусмотрена такая система. Когда паркуете, в задную сторону кроссовера плохой обзор, и часто невозможно увидеть, на каком расстоянии от вас находится сзади машина. Потом передумал и решил установить все-таки камеру заднего вида. Чтоб осуществить такой план, пришлось купить вот такую специальную рамку-переходник. Так как в этом заводском рамке андроиды стандартного размера не помещаются. Вот такие заводские магнитолы по размеру отличаются от стандартных размеров андроидов, которые продаются у нас в магазинах. Когда получу посылку из Китая, куплю стандартную андроид-магнитолу, камеру заднего вида и установлю. И, конечно, вот такие ветровики. Многие согласятся, что полезная штука при дожде, и долго не буду рассказывать об этом. Вот еще чехол для ключа, чтоб защитить ее от царапин и тому подобное. Продолжение следует... Ну и если есть какие-то идеи, пишите в комментариях. И спасибо всем за просмотр видео. Продолжение следует...